Смотри, здесь посложнее. Это окно. Правильно, это окно. Дима вовсю готовится к школе и занимается с удовольствием. Помогают ему специалисты из Центра реабилитации преодоления. Глядя на улыбающегося сына, радуется и мама. Мы с мамой начинаем тебя раскачивать. Море волнуется раз. Море волнуется два. Задания на смекалку, физические упражнения – всё в форме игры. Для посторонних вроде ничего серьёзного, но на самом деле специалисты проводят большую работу. Мне, как маме, живущей в районе, очень тяжело выезжать каждую неделю к специалистам на обучение. Ценно-то именно то, что они сами ко мне приедут, к моему ребёнку. Они видят, как он развивается. Они дают ему задания, занятия, проводят занятия. Каждую неделю они вносят коррективы в эти занятия. То есть, что-то усложняют. Какое-то занятие усложняют. Какое-то занятие они, задания убирают совсем. Потому что ребёнок растёт. Развивающие игрушки и материалы специалисты преодоления оставляют семьям на некоторое время. Потом их можно поменять на другие. То, что это не разовая помощь, родителей воудушевляет. В революционном центре создан кабинет дистанционного консультирования. Там с помощью интернет-ресурсов специалисты учреждения оказывают психологопедагогическую помощь семьям, а также проводят развивающие занятия в режиме онлайн. Это возможность использования методического материала для детей разного возраста и с разными заболеваниями. И последний момент – это опыт микрореабилитационного центра нашего. Можно транслировать во все субъекты Российской Федерации. Каждый месяц команда в составе логопеда, дефектолога, психолога, инструктора по физкультуре, специалиста по социальной работе выезжает в отдалённые районы Вологодской области. В Вологодской области проживает более 5000 детей с инвалидностью. Все они уникальны и индивидуальны. И очень важно, чтобы всем семьям с особыми детьми оказывалась своевременная эффективная помощь и поддержка. Даже тем семьям, которые проживают в самых отдалённых уголках Вологодщины. Добавлю, что опираясь на опыт череповчан, подобные мобильные офисы в прошлом году открыли также в Соколе и Великом Устьюге. Елена Кирилова, Анатолий Холин. Новости. Добавлю, Анатолий Холин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова